Не знаю, что... Иван Михайлович, а я вас буду спрашивать. Вы мне про предвоенные годы расскажите, пожалуйста. Чувствовалось, что война будет в стране? А, это вы хотите. В 1940 году я закончил семь классов неполной и средней школы. В этом году уже по сравнению с 1939 годом стало появляться какое-то напряжение. Чтобы неспокойно. После окончания, чтобы поступить в педагогическое училище, надо было поработать. Дело в том, что перед войной ввели платное образование. Технику, института. Да, такое было. Лето я работал грибцом. Это было дело за обид. Но поскольку мне было еще лет-то мало, был формен на деда, который работал на пристани, и зажигали фонари, и бакины. И тогда все было еще не очень-то механизировано. в 1940 году я поступил в предучилище. И вот в это время я узнал, что платки не сразу. Начали учиться, в ханты-мансийске. А потом это объявили, и многие побежали. Ну, у кого какая возможность. У меня были заработаны какие-то средства, заплатить 150 рублей надо было. Все так удалось. И я начал учиться на первом курсе в медучилище в ханты-мансийске. В 1941 году я окончил первый курс ханты-мансийского предучилища. дед приехал, ко мне ждал. Я утром, я вовсюжике и последней ночи ночевал. И вот в это время утром объявили, что началась война. Сразу как будто все изменились. Это настроение и все. В 1940 году мне было считать 12 ноября родился. 41 ноября родился. Мне было еще не исполнилось 16 лет. Затем мне было 15 лет еще. все изменились. Вернувшись уже с каникул, мы для предучилища и дрова заготавливать стали сами. В общем, началось такое военное время. Я проучился второй курс и третий курс, когда мне еще закончил, когда это последний, когда мне еще не было 18 лет. В мае месяце нас всех забрали, как тогда говорили, на фронт. Ребят из педучилища и учителей тех, которые когда-то окончили и работали мужчин. А те, кто учились девушки на последних курсах их направили на работу взамен. Вот так это произошло в 1941 году. Мы были бодро настроены в том отношении, что сообщения первоначально так были, как будто армию успешно отбивает. Но чувствовалось, что война, в общем, казалось, что война, наверное, кончится, и мы не успеем. В Бели появился военрук, началась военная подготовка, дядь и вы дежурили. Все началось как военное. Стало как военное время. Я в том время думал, что наверное мы-то в военные игры играли перед войной все время, поэтому получилось так, что мы к этой войне относились таким образом, чтобы обязательно участвовать. После того, как вели военное дело, мы иногда по тротуарам вышагивали, где остались молодежь моего возраста. И в конце концов прошел второй курс, а вот после третьего курса объявили, еще как-то занимались, выявили объявления, появился военкомат, сразу стали собираться, все фамилии были известны. Я в то время даже не знал, что призывать должны были с 18 лет. Видимо, была дана какая-то норма призыва, и надо было ее набрать. Это все-таки уже был 43-й год. призыва после этого я приготовился служить. Если рассказывать об этом, как это все происходило, там какой-то отрез, выдалить, брюки шить, тогда тоже пока вы готовились, пока пароход не придет за нами. Дали белый материал такой, на платочке, мы его тоже так раздали девушкам, чтобы они не шили. У меня, конечно, была только у другого соседей девушке, которой я еще влюбился, наверное, с первого класса. Она мне вышла платочек, и она сделала голубую кайму, и вышла, я МР писал тогда, записывал, передавал сестрой, это никто, конечно, не знал, что там написано, а расписывался, как поэты перешли в подписи, сестра, и она вышла на уголках эти и вот буквы. Я ей прощаюсь, написал стихотворение о памяти. Я перед этим не писал, стихи не пишали, что все это не сохранили. Дед переезжал, сестра после окончания рыбного технику, младшая моя сестра на шоколей была отправлена, и, конечно, все мои архивы сократить не могли. А в то время очень популярно было про платочки песни, платочки, поэтому я про платочек тоже начинал с это маленький белый платочек с простой голубой каймой, как счастье большого кусочек будет повсюду со мной. Я у сердца хранить его буду, на милые буквы смотреть, я его никогда не забуду, лет имя от наль только смерть. А если снаряды не взорвутся, не будет спасения и мер, в последний раз улыбнутся две милые буквы МР, и увижу я перед глазами в шуме в дыму и в огне с двумя дорогими косами девушку милую мне. Это может быть личнее. Вот так я уезжал. Пришло время, когда подошел на пристале Самарова. Пароход уже последняя ночь. это что я писал эти стихи, передавал, а там мне каких-то ответов не давало. Кстати, она была постарше меня на год. Я всегда, вот, когда еще маленькую было, когда они ехали какое-то время, потом война все-таки смело то стол привели технику. Она была выше меня ростом. А вот после первого курса, когда после каликула я приехал, встретился, случайно встретился, а та оказалась чуть понеже. в начале росла, а я подрос в это время. Я так обрадовал, тоже обрадовался, потому что совсем становятся пары. Писала ей стихи, разные, а сестра мне передавала ту технику. Кто-то, может быть, что-то сдали, иногда идешь по улице из их общежития, посмеивались или что-то выкрикали. И вот перед отправкой утром в последнюю ночь погода была такая хорошая, теплая, и я думаю, придет она или она все-таки пришла, пришла, мы с ней поговорили, она мне не отбывался, я хотела услышать ее слова, она сказала, я спросил, любишь ли ты меня, она сказала, любви, первый раз поцеловались и она ушла, вот проводить она пришла меня в эту ночь еще пока мы не садились на пароход. это тоже какой-то стихотворение, я не вспомню, я потом где-то и записан это, но была стихотворение, вот в Тиши Самарова села прошла последняя, простая наша встреча, я помню узкий тротуар, луны, волшебный диск, прощали вдох последних пар и птичек ранних писк, не думал, что последний час я мрут в свою больню, но ты сказала в этот раз мне мне добрый люблю. Дальше тоже патриотическое так что я все вспомнил. Ну вот и я уехал вместе с командой, в командой я участвовал в самодеятельности, читал стихи свои патриотические, с которыми в последний раз в предучилище выступил. Сейчас на память трудно вспомнить, не сохранились, но кое-что в записях, если что. Вот так я поехал до фронта. Ну, многие знакомые ехали, ехали бы долго на пароходе до Омска. в это время топливом было дрова на пароходах, не так, как сейчас. У нас там только один пользовался таким жидким топливом, это пароход «Микоян» назывался. «Микоян». Вот так мы поехали везли нас по дороге, мы приставали к кристу, выстраивались все и загружали дровами в подсобные помещения. Там тоже не хватало нам мест, не хватало, потому что очень много набралось. и мне место осталось на палубе, где я расположился, якорь лежал под яхотой. Около этого якоря, там я еще, дед привез картошки, санисло тоже лежало. Хотя нас каким-то образом организовали было. Вот мы ехали, наверное, около десяти дней. Это дом с потом. В Омске нас стали распределять. Я попал, почему-то разделили, некоторые поехали, направляли сразу военное училище ускоренное. где вторая часть. А меня направили в Берцг в отдельную истребительно-танковую роту. Вот я отучился до истребителей танков. Было нелегко. Оружие противотанковые тяжеловатые были. И я старался, поскольку я и в предучилище, и до, и когда учился в школе, я все время позагинался, тренировался на спортом. Хотел добиться, чтобы подтягивался, подтянулся на туркнике одной рукой. Но это мне так и не дало достичь. Вот слету попал. Но повезли-то нас в Берск, это на восток. на восток. Ну и все там, Кемеровское училище были, а я попал в Берск, пожертвую в отдельную роту истребителей танков. В это время на какой-то как-то при подготовке нас направили в Алтайский край. Некому было убирать покос, стерно, и мы около месяца проводили там время. Там я познакомился вот с моей будущей женой, теперь ее лет уже в живых, но с которой я судьба потом смела окончательно. Разные были это причины, но дело в том, что тут связь была в том, что она мне понравилась и тоже из-за косичек, потому что косички меня всегда смущали, как будто притягивали. и после окончания этих работ я вернулся в Берск, нас садились ног до головы в баршую роту, это уже на фронт, и тут случается такое, что мы стоим в строю одеты и готовы отправка уже к поезду здесь уже по железной дороге, вдруг какой-то капитан подходит к нашему командиру маршалу роты и что-то ему говорит, а потом наш командир маршевой роты, назывались маршевые роты, это уже направляет этот командир говорит, дозывает одну фамилию еще не мою, фамилию, выйти из строя, мы выходим, тут по всем правилам выходим, над этим капитан, который с ними разговаривал, подходит к антису тратим, мы хотели вас направить в Барнаульское военно-пехотное училище, ну, а поскольку вы Барнауле тут помогали, и я протокол мне, конечно, пришло, почему бы в Барнаул не вернуться, я, может, еще повидаюсь с косичками со сны, я согласился, пришло время, оказывается, повезли еще дальше на восток, Красноярский край, город Канск, оказывается, Барнаульское училище было переведено туда, как и многие еще другие училища, и в Обске еще какое-то там, там были старинные казары, вот началась моя служба уже, училище готовится в армии, как кафетер, это учеба затянулась сначала на год, это ускоренные курсы, было, значит, с ноября почти 43-го года я уже был курсантом Барнаульского военно-пехотного училища, к концу, в начале, по-моему, 45-го года, это мы закончили, это 44-й год, почти месяц в этом учились, и потом началось такое, что закончили, нас никуда не отправляют. Это сейчас стало понятно, что вопрос стоял или на запад, или на восток, потому что с Японией война уже предвиделась, но считали, где потребуется, и вот мы несколько месяцев еще так довольно свободные занятия, были беседы с командирами, даже удивляя, что когда-то вот эти наши начальники были какие-то строгие, все, а здесь оказались такие откровенные, такие интересные, так начитанные иногда из этих, что проводило время, и наконец все-таки нас решили направить на запад. в это время уже до шла война, то на уголь, уже наши войска в восточную противнию, погрузили в эшелон, товарные горы, так и поехали на фронт, уже со звателями. Звание гвардии младший лейтенант, это уже в части происходит, в это время были еще лейтенанты, младшими лейтенантами. Прибыли, я проезжал тогда через Москву, и как по всем городам я пытался выходить и знакомиться, которые здесь знали. А в Москве получилось так, что я подумал и не увижу Москву, а проездом как раз через этот район, где мы сейчас ездим, Комсомольская площадь. В этом, но только поезда стояли, вот, обладали кольцевая дорога, дальше. И я все-таки пойду и посмотрю все-таки Москву. Расстановили в Италии, убьет, и так окажется, что я не увидел Москву. Я прошел до Комсомольской площади, добрался до Комсомольской площади, вот сейчас 50-й трамвай ходит, проехал туда, там вот где-то угол Дурова, после этого вот этот маршрут, с этим маршрутом познакомился, а после этого возвращаясь к тому месту, где наш состав стоял, а его перевели. Ну, тогда нас предупреждали и те железнодорожники уже сказали, куда перевели, я перешел. Ну, я это сказал для того, что я не думал, Москву посмотрел, был доволен, не думал, что вся моя жизнь потом с Москвой связана вот с этим, с этими маршрутами до сих пор. Ну, на фронт мы прибыли уже, Федерсберг был взят, а нас оставили в 12-м опросе, это отдельный полкредит архитерского состава, и какое-то время мы еще какое-то время ждали, когда нас направят, а отправляли нас по ночам. И вот тогда моя очередь, что не получилось после подпилаву, когда это теперь, по-моему, называется подпилаву, здесь я несколько дней провел на самой передовой, и здесь я встретил День Победы. Это была ночь, майская ночь. Мы, нас только сменила 31-я гвардей, 1-я московская дивизия, мы вышли в полку, что-то человек не совсем, наверное, осталось, поэтому сменили. В эту ночь я дежурил, да, начали дежурить по полку, я ходил, просматривал, повара готовили обед, в ночь с 8-го на 9-го, обычно никто их еще не знал. Я пришел, где расположились эти наши полковые кухты, повар заснул, рабочий один там, все солдаты, потому что как-то повар один солдат, и мы сидим с ним на бережке, там какой-то такой вот бассейн, дречка, что-ли. Сидим и разговариваем, смотрим, вдруг со всех сторон залпы, стрельба, ракеты летят. Мы говорим, ну как же, Берлин-то взяли уже, по какому городу это салютуют. и через некоторое время лейтенант Юнов, который был нашего полка, прибегает, владел лейтенант, война кончилась, приказ поднимать полк, небольшой полк. Вот так мы встретили и войду. А в это время уже все проснулись, идет стрельба вверх, все рады к этому. И небольшой потом, видите, построили полк. Я-то остался здесь, а его провели, где командир 31-й дивизии, там тоже в дивизии собрал генерал-майор Бурмаков, после я узнал, что он участник Сталинградской битвы, и Паулюса один, вот он, Иван Дмитриевич, еще второй Иван один, приняли Паулюса. Вот так закончилось мое участие в войне. Какой идея? Ну, я думал дальше, что придется, может быть, придется вернуться к учительской работе в начальной школе. Но оказалось, оказывается, кадровая армия в Италии все-таки подготовленная пицера, как и как мы, вот такие молодые ребята, окончившие вот этот Барнаульское военное пехотное училище, подходили все-таки к кадраме. Потом еще в Кивизберге курс усовершенствования пришлось заканчивать. И так мне пришлось задержаться все-таки в армии и послужить. Ну, ну, что касается событий может быть от института, может быть, самое такое страшное, когда мы шли по Кассе, я в год, и рядом шел, вел свой взвод. Это утром, наступление проводилось. А немцы после там пилал на Кассе строили все-таки какие-то засады, и минные поля были, и закопанные, и замаскированные танки, оставленные, кто-то сидел. Вот с соседом случилось такое, что он шел тоже вперед, это я узнал после, то, знаю, что в это время и я был недалеко. И вот этот танк перед самым им подходом выстрелил, выстрелил. И говорят, что он от разрыва сердца вот этот младший 13-й товарищ скончался, вот это устал. Вот это было, может быть, самое такое опасное место. Ну, в это время уже как-то эта погода и неплохая была, тут много как-то пробирались, как все, много, может быть, опасных всяких моментов было, но мы как-то на это смотрели. Вот старики, как назвали, люди в бодрости, они как-то были осторожнее, чем вот мы. А мы к этому относились спокойнее. Это не значит, что не было страшно. Но реагировали молодые несколько по-другому. Старые как-то боролись за жизнь, а молодые верили, что ничего не произойдет. Это я говорю по опыту, моего ездового, как он называл, или как ординарец называли. Он, фамилию сейчас я, наверное, не вспомню сразу, но дело в том, что он был участник еще Первой мировой войны. Это вот последний набор или молодые, часть, во взводе-то были молодые или уже в возрасте и очень многие были освобождены. Были удали вот некоторые или просто на территории Пруссии были. В том числе и мой конкурсблода Семенов был сержант, он тоже находился в оккупационный зонет и на территории Восточной Пруссии, а потом, когда водили, сварнировали, но это было все еще до моего приезда. Ну вот очень такое большое впечатление оставили в это время, когда я в этой Восточной Пруссии, все немецкое население сбаламученное подтянули свои дома, видимо был приказ какой-то, чтобы один покинули Пруссию, поскольку наши войска, и переместились в центральную Германию. Может быть, это так. Я только единственное помню, как у меня запечатлелось это, что я наблюдал. Вы тащите брички, запрягшись как коди, ищите где бы устроить уют. Склонились вы близко в глубоком поклоде, сто раз повторяете Гитлер капут. А это действительно так было. Отвечаешь ответ на все Гитлер капут. это как спасительные казались для них слова. Ну, вот, может быть. Иван Михайлович, а вы скажите, вы сейчас фильмы о войне смотрите? А? Фильмы о войне смотрите? Фильмы о войне? Да. Сейчас? Да, но, может быть, скажете, какой правдоподобный? А? Какой правдоподобный, на ваш взгляд? Какой посоветуете? Нет, может быть, нет труда, но я фильмы о войне люблю смотреть. Особенно, вот, в военное время там о войне такой был. Фильм Нахимов на меня подействовал, но это уже в послевоенное время. Ну, где-то у меня записи, очень много фильмов. Я, даже все об отечественной войне, освобождение кинопильм, мне очень нравится. Все-таки мне нравятся фильмы, где показывают Сталина как вождя и как руководителя. Дело в том, что все-таки вот в атаке и мне приходилось произносить за Родину, за Сталина. Почему мне кажется, что не следует вот Сталина даже за те грехи так слово не вжать или его заслуги в Великой Отечественной войне. Мне всегда кажется, что это имя как-то поднимало. Нравился он кому не нравился, но это имя поднимало, подошуляло людей. Вера была такая Сталина, и поэтому и надежда, и вера в кончерстную победу, пока Сталина есть, она была очень карта. Ну, может быть, исключая таких, как вот оказались на храме Бендера. Иван Михайлович, а как Вы вот сейчас думаете, почему война началась тогда? Война началась? Ваш теперь что? Это еще можно. Я вот для начинающих читать газету читал, как Чехословакия, Испания, еще где-то засмотрел и не очень в отношении немцев еще, когда они захватывали, ведь было ясно, было ясно. И наши люди хорошо понимали, и Сталин понимал, что опасность очень большая со стороны немцев. Но тут как-то получилось, хотели договориться с англичанами, с англичанами, не получилось. Не получилось. Немцы уже захватили, все покорили Европу. Европу покорили немцы, немцы почти и казалось, что Гитлер, у Гитлера основной была все-таки цель это Россия. Две коммунистов не любили. Как-никак. Две коммунистов не любили правительности. Это не значит, что режим Советского Союза осуждали народы сами. Это вот нет. Поэтому, видимо, вот так сказать, чтобы войны не было, и тем более, что у Гитлера такой успех на Востоке, а Советский Союз, конечно, слабее как-то был в то время. Ведь такая территория, рассредоточенные войска, хотя патриотизм был на высшем уровне. Так получилось. Иван Михайлович, последний вопрос. Вы хотите что-то пожелать нашему поколению, молодежи? Я пожелание у меня такое с уважением относиться к армии. Когда-то в Калининградке, где-то моя, может быть, тоже статья есть, когда я выступил за то, чтобы вот такого отношения молодых людей, мужского, молодых мужчин, молодых ребят, не было такого отношения к армии. Ну, представьте себе, что значит как-то уведомить, избавиться от этой службы. Она же необходима. Я вспоминал сам, когда даже призывали комиссию, как бы ни случилось, чтобы что-то не нашли и не взяли в армию. Это вот в то время наше поколение относилось к армии таким образом. И вот когда я уже стал командиром, когда работал, я, конечно, все кладывал в табу, чтобы не допускать вот этих каких-то нарушений. И меня всегда удивляло, почему после этого, вот, когда наши кадры ушли, об изменении произошли, вроде с академическими значками многие получились, а почему довели до до ни одного такого случая. Видно, потому, что стали как-то ограниченные рабочие деньги. Вот то, что я слушал, я не знал, что ограниченные рабочие деньги какой-то, ограничивать чем-то. И в конце службы даже получилось так, это уже было здесь. Как-то выходной я вернулся домой. каждой выходной мы занимались солдатами. И жена моя, алтайская, она просто отписалась к этому и прерывала, что я не на службу хожу. Понятно. Ну что же, Владимир Михайлович, спасибо большое.